Давайте, пока они готовятся, пожелания вытащим, тут как бы наши святые отцы и назовете, в конце будет написано, кто и озвучьте, какое пожелание каждому из нас на Рождество. А его надо прочитать, просто прочитать слух, кто сейчас что вытащит. Нет, 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 это такие как бы хорошие слова святых людей, это для меня, потому что совпадает мне немного зло, все, как и не совпало. Почитать нужно, вам прочитать, правильно? Так, батюшка, еще вам надо взять. Да, тут хорошие слова. Ну все, читайте, кто начнет. Если погонишься за роскошью и за тем, чтобы иметь больше других, то труда будет много. Путь станет ненадежен, скорбь неутолима и жизнь многопопещительна. Преподобный Гитриэм Сирин. А это точно не подтасованный, нет? Крапленный, крапленный. Божественное Писание читай делами, а не многословь, тщеславясь одним пониманием. Преподобный Марк. За грехи посылаются печали, за грехи беспокойство, за грехи болезни и все тяжкие страдания, какие только не случаются с нами. Святой Иоанн Платауст. Кто может усерно молиться, тот богаче всех, хотя бы он был беднее всех. Напротив, кто не прибегает к молитве, тот хотя бы сидел на царском престоле, слабее всех. Святой Иоанн Платауст. А когда вспомнишь об оскорблениях и преследующих Тебя, не жалуйся на них, но лучше помолись о них Богу, как о виновниках величайших для Тебя благ. Преподобный Авва Исааки. Нитуги Бог посылает для здоровья души. Нитуги, преподобный Иоанн Листочник. Если мы не простим ближних, то этим не причиним им никакого вреда, а себе приготовим невыносимую иенскую муку. Святой Иоанн Златов. Случилось ли, что хорошее, благословляй Бога, и хорошее останется. Случилось и плохое, благословляй Бога, и плохое прекратится. Святой Иоанн Златов. Хорошо чтение Писания, но прекрасно, когда за ним следует дело. Если же почитаешь, а не делаешь, чтение будет тебе в осуждении и повод к наказанию. Святой Иоанн Златов. Кто любит смирение, тому легко любить и Бога. А кто любит гордыню, тот ненавидит Бога. Преподобный Ефрем Сирин. Бог не объявил дни нашей смерти, не открыл сегодня, завтра, или через год, или через несколько лет. Он придет, чтобы по неизвестности срока мы постоянно хоронили добродетель. Святой Иоанн Златов. Дай плоти то, что ей нужно, а не то, что она хочет получить. Преподобный Ефрем Синайский. Мы должны так заботиться друг о друге, как заботимся о себе самих. И щадить ближних так же, как и нас Бог. Святой Иоанн Златов. Дальше. Грехи умножаются от обилия благ и исчезают от скорби и бед. Святитель Иоанн Златов. Святой Иоанн Златов. Прислушай Бога заповедей, чтобы он услышал тебя вновь. Дан Златов. День камень должно владеть, как подобает господа, так, чтобы мы властвовали над ними, а не они над нами. Святой Иоанн Златов. Старайся не пристраститься к земному богатству душой, но извлекай из него пользу. Не люби его чрезмерно, и как одному из благ не дивись ему, но употребляй его служение, как орудие. Василий Великий. Андрей, что? Вот еще здесь не читали. Давайте, читайте. Кто собирает в свою сокровищницу молитвы и дела милосердия, тот богатеет в Бога, преподобный Ефрем Сирин. Господь не прощает того, кто не прощает брата своего, преподобный Ефрем Сирин. Если ты лишишь себя молитвы, то сделаешь то же самое, как если бы извлек из воды любви. Потому что как для рыбы жизнь вода, так для тебя молитва. Святой Иоанн Платов. Блажен, кто многим делает добро, он на суде найдет многих защитников. Преподобный Нил Синайский. Ничто так не уподобляет нас Богу, как прощение злых людей, которые обижают нас. Святой Иоанн Златоуст. Почитай отца твоего и мать, это первая заповедь с обетованием. Да будет тебе благо и будешь долголетие на земле. Ефесянам 6.2.3 Это можно себе оставить? Может меня оставить? Снимало и всякость, да? Давай. Что здесь не открыло? Представляете, это бурина, она на службу, зачем брать рецепты. Бессловие небольшое. Мы в декабре буквально купили календарь обычный отрывной. Идут рецепты, все такое там вот. Нету гороскоп по звездам. Вот ничего нет. И одна единственная, где-то в середине, притча какая-то. Как она тут оказалась? Вот среди этого всего. Среди рецептов. Ну, мы подумали, что это можно разучить. А какая притча? А вот сейчас мы будем пространять. Мир тебе, учитель. Я пошел к тебе, чтобы спросить тебя и получить совет. Вот ты живешь, ни на кого не взелишься, ни на кого не обижаешься. Как мне научиться твоей мудрости? Когда ты решишься на кого-то обидеться, или излиться натянешь, ты возьми сырую картофелину. Называется это обиды и картошка. Напиши на ней имя того человека, с которым у тебя произошел конфликт. Положи-то в пустой пакет и натяжи пакет всегда с собой. И так всегда делай, когда-нибудь на кого-то злиться или обижаться. И так всегда делай. Нет этого молодого человека, не приходится. Отрак. Мир тебе. Это уже невозможно носить. Пакет слишком тяжелый, а картофель в нем совершенно протух и воняет. То же самое происходит и в душах злящихся или обижающихся людей. Просто мы не сразу это замечаем. Наши поступки превращаются в привычки. А привычки в характер, который производят зловонные пороки. Мы это не сразу ощущаем. Я тебе дал показать это на примере. Что ты это почувствовал. Всякий раз, когда ты решишь на кого-то обидеться, подумай. Нужен тебе, где-то не только, что ты его таскал. И более того, ты живи так, чтобы с годами у тебя как бы в пакете картошки стало все меньше и меньше. Чтобы к концу жизни у тебя просто остался пустой пакет. Чтобы для этого шествия некого было. А вообще, если больше могу сказать, ты вот этот пакет вообще оставь и не вспоминай его, и забудь о нем. И ты узнаешь, как легко жить и как новая жизнь начнется. Оставь его и забудь. Действительно, после того, как распрощался с этим несчастным мешком тяжелым, мне намного стало интереснее, радостнее и легче жить. И вот в этом календаре, где вот одна ерунда, одна единственная вот эта притча была. Как вам сюда попало, я просто не знаю. Я думаю, что хорошая притча. Чудо. Да, здесь не даром попало. По-погу все отмеряю. Все же не надо. Как деск матушке. Можно я прочитаю рождественское стихотворение? Вот. И у меня будет небольшой такой приз. Совсем маленький. Вот такой приз. Это, значит, отгадка. В общем, кто написал это стихотворение? Вот. Но я хочу, чтобы как бы уравнять шансы. Сначала, сначала, никто не подсказывает, пожалуйста, молчит, если даже кто догадается. Выступает группа, то есть, ну, Степа, Илья и вот все, кто меньше. Потом, если вы, говорите, мы сдаемся, не отгадываем, следующий там Терентий, Катя, Анфиса, Исаак. Илья. Да, конечно, ты. Так, и все. Да, и потом уже, ну, потом уже взрослые тогда кто первый скажет. Называется «Рождественская звезда». Только я еще раз говорю, это не говорите. В холодную пору, в местности, привычной, скорее к жаре, чем к холоду, К плоской поверхности, более, чем к горе. Младенец родился в пещере, чтоб мир спасти. Мило, как только в пустыне может зимой мести. Ему все казалось огромным. Грудь матери, желтый пар из воловьих ноздрей. Волхвы, Балтазар, Гаспар, Мельхиор. Их подарки, вины вселенной, с другого ее конца. Звезда смотрела в пещеру. И это был взгляд отца. Так, Степа, Илья, ну и кто меньше там в Орлам, не знаю. Есть? Есть. Автор, автор. А, автор. Автор. Хоть кто-то знает. Нет, что-то я не слышал про то. Не слышал, не слышал. Следующий. Ну, ничего страшного. Следующий. Терентий, Исаак, слышал, Катя, не слышал, Анфиса. Маяковский? Нет. Блок, тихо-тихо, подожди. Сейчас ихняя группа устроена. А если никто не угадает? А, правильно, ты знаешь, наверное. Я? Ну, конечно, учитель литературы. А может, ошибок? Нет, ну дай шанс там другим. Пастагнак? А? Пастагнак? Нет. Это советский писатель наш? Нет, российский. Это кто-то из США. Советский или российский? О, да ладно, ну, не буду даже говорить, а то понятно совсем будет. Бродский? Нет? Не, ну я-то не знала. Это Иосиф Бродский. Это очень непосредственно. Сложный какой-то. Я, может, конфетку хочу. Мне так интересно показалось. О, как в пустыне. Как вытащить. Ну что же. Семьи. Да никто бы не отгадал. Да ладно, ты тоже хотела Бродский? Нет, нет, нет. Нет? Нет. Ну вот тебе подарок выиграл, значит. Все. Назад домой. Все в семью. Надежда, давай. Да я не распелась, хотелось петь колярку. Ничего страшного. Давай. Мы тоже сегодня взяток. Мы тебе поможем. Все экспромты у нас ограничено. Повыше петь. Колярка Рождество, Торжество, Вископ. Рождество, Торжество, Воспевайте и играйте, И младенца прославляйте, И не радость по всей земле, Ныне радость по всей земле, Ангелии его славят, Бога величают, Слава Вышнему Богу и на земле мир, Человеце благоволение, Человеце благоволение, Всех пришед на спасти Христос. Всех пришед на спасти Христос. Христос. Давайте еще последнюю. Она небольшая. По семьям. Ну вот смотрите, сейчас я раздам. Устину Андрею и Устину Алексею. Сейчас я скажу, что делать. Так, кому-кому не дала? Янчукам. Вот, иди сюда. Держите, сейчас скажу, что делать. Еще. Кому еще? Кто объединится? Это, смотрите, это история Рождества. 15, у каждого по 15 одинаковых эпизодов. Нужно их в хронологическом порядке. Что было сначала, что потом? Может, и сегодня? Посмотрите, сейчас вам там карташе, пронумеруете. Что было первое, что второе. Так, первое. Ангел возвещает Захарий о рождении Иоанна. Неправильно. Что, проверяете? Да, я уже диктую. Подождите, что происходит? Разложите, зачем вы убрали-то? У нас первое правило. Сейчас, подождем, сейчас она разложится. Ангел возвещает Захарий. Ангел возвещает Захарий о рождении Иоанна. Дальше. Ангел возвещает... Это первое. Второе. Ошибки считайте. Ангел Гавриил возвещает Деве Марии о том, что она родит сына. Да. Третье. Мария посещает Илесавету. Четвертое. Рождение Иоанна Крестителя. Пятое. Сон Иосифа. Да, это этот сон. А у него там что-то снов было? Это нельзя. Ну, давайте не будем. Крест на будущее. Как это не будем? Шестое. Поездка в Вифлеем на перепись. Так, а где? Седьмое. Рождение Иисуса в хлеву. А, вот оно все. Восьмое. Добрая весть пастухам Вифлееме. А у нас одного листочка не хватает. Девятое. Встреча в храме с Симеоном и Анной. Рождение Иисуса в хлеву. Десятое. Дары Волхов с Востока. Это неправильно. Одиннадцатое. Текст о Египет. Дары-то при рождении были. А он уже когда большой, когда они уже с этого вернулись. В этом храме встретились. Вот именно, что дары Волхов прилиплись. Рождество седьмое. Тогда уже позже намного. Рождество седьмое. Они домой пришли за обрезание. Через неделю после Рождества. Он маленький. Поживу. Бегство в Египет. Это одиннадцатое. Денадцатое. Избиение младенцев в Ифлееме. Тринадцатое. Возвращение из Египта в Назарет. Четырнадцатое. Встреча с учителями в храме. И пятнадцатое. Иисус возрастает под за ушами. А у нас одного листочка не было? Нет, не было. Нам, не заросит. Тут было. Главное, что это было. Главное, что это было. Главное, что это было. Главное, что это было. Много ошибок. Напоминаю. Промодировались. Теперь будете знать. Это за картинка рисует, что и пастухи в один день не пошли. Это было так. Написано это, говорится. В дом волкуют, а в дом пришли. Кто-то их принял. Так, но все равно всем за участие подарки. Можно? Сейчас, тебе встать, чтобы запомнить. Выбросить, да? Не-не-не. В рамочку. У тебя бас. У тебя бас. Ты такой вот такой. Не, блин. Не, не, не. Только не тоже. Так. Я поставлю. Ого! Это что такое? Это что такое? Ну, подожди. Сейчас еще будет одна вектарина. И у меня векарь. Так, подарок. Приехал. Ну, начнем с маленьких. Мама, пять баллов. Идут Назарь и Птики. Совсем маленькие. Если они не смогут, тогда Варлам. Если Варламки не сможут, тогда Степа и Илья. Ну, а там... Я считаю, надо продолжить. В целом мире торжество, потому что... Рождество. Самый маленький. Самый маленький. И держание. Ну, начинает слегка. Ну, начинает слегка. Она была. Кому? Лена сказала. Лена сказала. Громче говорите, громче, чтобы было слышно. Да, громче говорите, чтобы было слышно. Нет смирений в целом мире юной девочке. Молись. Мари. Ну, ты немножко, Евтиша, дай подумать. А то все конфеты заберешь. К ней от Бога приходил ангел Божий. Кто приходил? Евтиша. Как ангела звали? Мари. Назарь, выручай. Подскажите. Полчание, золото. Гавриим. Задай, если не поделиться. Петер ангел весть принес, что родился ей. Хрестус. Ладно, не поделится. Все сомнения отбросил. Вифлеем идет. Молодцы. Вифлеем. Кто шел? С осликом? С Богородицей? Кто? Кто? Ну, был ослик, Богородица, а третий кто был? И осень. О-о-о-о. Молодец. Немножко. Пусть папа расшифровывает. Нет пристанище царю. Им придется спать. Держись. Мир дворца и не шатрак. Спит Маучий Христос. из восточной стороны к малышу идут как же им найти царя поклонившись до земли поднесли они дары батюшка хочет всем надо участвовать вы внимательны очень но еще задам вопрос что от вас подарок хочет получить Иисус Христос? что это тебе подарок ну а дальше уже сколько дней принято поститься перед православным рождеством лучше всего тоже следующее а может это 9 а что сказали? а ты еще не посчитал 25 января какой напиток принято употреблять в рождественский сочельник в католичестве в молокове, но в глинтере какое блюдо принято готовить на рождество в США? индюка что там индейка что там индейка, да? так, но если почитаю выборы из трех в каком календаре празднуется празднутое прождество католики григорианский восточный или юлианский по моему григорианский нет, мы по григорианскому а что они по юлианскому? нет, юлианский по восточному хочешь сказать? григорианский уже по моему все перебрали а какие варианты? но это по новому стилю 25 а то лифи григорианский вот или анатомис, пожалуйста компетка какая церковь пазднует на рождество 6 января? какой-нибудь армянский юреческий а почему? а почему 6? интуиция кто впервые упоминает о практике празднования рождества 6 января? это кто-то из святых, да? в смысле что там? вариант есть? Климент Александрийский патриарх Алексей II Юрий Цезарь Климент Александрийский я же готовился кто пытался запретить празднование рождества по всему миру в 1659 году? пуритане, лютеране, мормоны 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 лютеране кто-то пуритане они вообще все праздники будут делать нечего праздновать сегодня Рождество Христово мы празднуем рождение снова младенца нашего Христа везде такая красота люкует все душа, природа и хвалит Бога все народы и звезды льют прекрасный свет небесной радости привет во всех сердцах лишь изумление пред Господом благоговение морозно тихо на дворе деревья будто серебре душа поет и славит Бога что милости послал так много встаньте и пойдемте в город Вифлеем душу усладите и скажите всем Спас пришел к народу Спас явился в мир слава Вышне Богу и на земле мир там где там где отдыхает бесславие слава в ясных почивает всего мира Царь Ночь пускается на землю в облаках спит владельницу Марии на руках на руках небеса звезда сияет и так ярко освещает веклые 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 небеса звезда сияет и так ярко освещает веклые 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 светлые веклые 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 Эй, липуйте, Дива, Дива, ты встречай Святого Сына, Никлие, Никлие. Эй, липуйте, Дива, Дива, ты встречай Святого Сына, Никлие, Никлие. Можь спускается на землю в облаках, в облаках, Спит владенец у Марии на руках, на руках. В небесах звезда сияет, и так ярко освещает, Випнее, випнее. В небесах звезда сияет, и так ярко освещает, Випнее, випнее. Спасибо. Спасибо.